Но на конфликтах тут чаще всего разрыв. Если конфликты постоянно, они не могут научиться терпеть и уважать, они не могут пойти дальше. Конфликты означают, что они эгоисты еще. Уважение означает, что они уже могут понимать нужды другого. Вот чем отличается это. Вот чему должны учиться. Это самый сложный этап в этих отношениях мужа и жены. А уважение это может быть террес-служение? Уважение это именно понимание о нуждах. Ну то есть женщина она же другая, мужчина тоже другой, они разные. Как они могут понять? Не могут. Только через уважение. Не понимаю, но уважаю эту природу. Принимаю, поэтому принимаю. Терпение и уважение, оно должно быть взаимным. Правильно? Да, да. А если один терпит, уважает, а другой не хочет? А другой, да. Бывает, такие ситуации, да. Если взаимное нет уважения, тогда в этом возможно злоупотребление в прошлом что-то было. И нужна ягодная какая-то жертва, чтобы установить эти его отношения взаимно. То есть на какую-то жертву потеряли другого человека. И если он и тогда не оценит, то просто это недостойный партнер. Но бывает, что просто мы в прошлом совершили какую-то ошибку, с чем-то злоупотребили, и человек обижен и не может перейти на эту платформу, ему мешает. Но благодаря жертве все же мы можем помочь ему так пойти дальше, перешагнуть через обиду. Но если он даже после этого, после яги, после жертвы не меняется, это его проблема уже, недостойный человек. КОНЕЦ